Слушайте, я вас умоляю, пожалуйста, ничего не снимайте за свои ёбаные телефоны. Нет. Пожалуйста, я умоляю вас, вас просим века, Господи. Вы после смерти, окажется, по ту сторону репейеран, понятно, если будете снимать на телефоны. Кошмар, вы даже не понимаете, что происходит. Сейчас вы так были, сложные, бели, вы со своей историей. Ой, смотрите. А потом за мной, сука, охотятся все российские спецслужбы. Или это правда? Поаплодируйте в зале новые репатриарты, которые вот... Опа! А вы чего ждали, блядь? Все эти годы... У вас была возможность получить израильский паспорт, послать нахуй любые визы. И вы... Что вы ждали, вы? Да, это удивительно. Смотрите, смотрите, как устроено. В России люди такие... Бля, даже если война начнется, да я в деревню съебусь. И только евреи во всем мире такие... А война начнется, я в Израиль съебусь. Война начнется, я в Израиль съебусь. Вообще жить свою улучшу нахуй. Вы... Фантастика, это... Или вам... Или вам как-то исторически надо всегда страдать чуть-чуть, блядь. Ну такие... Может паспорт? Не-не-не, пойдем, блядь, на Грецию подадимся, на Шенген, блядь. Только на месяц дали. М-м-м, блядь. Ай-яй-яй. Это первое, что надо было сделать. Вы же в курсе, не надо было тут жить? Не надо было. Вы в любой стране мира просто, блядь, зашли в израильское посольство, вас там хумусом накормили, блядь, вы... Обалдеть вообще. Это просто... Фантастика моя. Так, ну а что, язык выучили уже? Есть те, кто еще верит, что я выучу? Я буду три раза в неделю вот это... Блядь, обязательное. Мне кажется... Мне кажется, в Израиле, если идти мимо школы, где преподают ваш язык, то в целом, ну, непонятно, это там люди язык учат или это, блядь, курсы горлового минета, это... Что это за буква вообще, что это? Мне кажется, ее три раввина, блядь, могут произнести, и они такие, да-да, пусть, блядь, все учат на... У них там зубов нет, у них отлично получается, а вы там, блядь... Как, что? Так, а те, кто давно здесь, а вы прям выучили? Да, прям выучили? Или вы просто, блядь, название улиц можете читать? О, это я на Рубинштейна, блядь. Да, обалдеть, я вообще... Как, как я рад, что я не еврей, я бы это никогда не выучил вообще, это... Это что, это не алфавит, это же граффити, блядь, какое-то это... На поезде по России едешь, оказывается, все стены в еврите, блядь, это... Это просто обалдеть. Еще и справа налево. Я тут английский учу уже десятилетиями, я там все буквы понимаю, там слева направо вообще ничего не выходит, а тут... Да, мне по-русски напиши справа налево, я все равно буду слева направо. И вот так читать, блядь. Нам вчера рассказывали, что, оказывается, евреев из Украины эвакуировал Моссад, блядь, Моссад эвакуировал, это... А, вы кто? Вы настолько ценные, блядь! Это просто обалдеть, представляете? Жена такая, Валера, бежим! Он такой, никуда не бежим, сиди, блядь! Все прилетит вертолетное, выдадут кипы, блядь! Моссад эвакуировал, блядь! Обалдеть, люди в России от полиции бегают, блядь! Я просто в ахере... А вас за это, поэтому обрезают, у вас эта кнопка просто, вы, блядь! В какой-то момент, блядь, и там... Йоси, в опасности, блядь! Похерачили бы! Он еврей по отцу! Ну а что делать, блядь? Я в шоке! Ну, с языком, конечно, это просто фантастика, просто... Я вообще охреневаю, что, ну, в 2020 году до сих пор в мире есть люди, у которых левосторонние и правосторонние движения, кто читает слева направо, справа налево... А потом все-таки, блядь, почему люди не понимают друг друга, блядь? Может, потому что вообще все по-разному? Так, слушайте, что еще из того, что я подумал? Вам, короче, смотрите, надо как-то притормозить вашу медицину, ребят. Вы куда разогнались? У вас... Вы... Это просто... Есть нормальные старые, но я про тех старых, которые уже старые, которые... Вот эти экзоскелеты, блядь, которые... Куда вот так можно идти вообще, вот... Типа, пойду, проверю здоровье, да, пиздец ему, куда это ты... Посмотри, как ты ходишь! Часы даже не считывают шаги, блядь, потому что их нет, блядь! Это уже не личность, просто тело, блядь, какое-то... Куда-то идет, блядь... А я знаю, куда она идет, голосовать за Натаньяху, блядь, понимаете? Они идут, я только его помню. Детей не помню, а его помню. Антаньях уже тоже до сраки лет, да? Но у вас это, видите, не приносит беду, блядь. Ну, и, конечно, всегда удивительно, я, ну, не часто, я живу в Израиле, буквально там раз в год, и ты за год забываешь, и всегда удивительно эти проверки в аэропортах дополнительные. Это просто что они ищут, я вообще не понимаю. Ну, я имею в виду, я вот из Турции летел в Тель-Авив, и меня в Турции проверили в аэропорту, и я уже иду на самолет, смотрю, там опять проверяют, блядь. Чего они проверяют, вообще непонятно. Сюда прилетел, тут тоже все проверяют, у вас тут железный купол, блядь, такие, железный купол. Говорят, все-таки, дайте железный купол, такие, не-не-не-не, мы не дадим. Мне кажется, смотрите, насчет Израиля, особенно спецслужб, всяких степеней защиты, уже так много разговоров, что мне кажется, вы уже в целом можете кое-где припиживать. Понимаете? Может, и нет никакого железного купола, я имею в виду. Ну, давайте справедливо стрелять, по-моему, оттуда тоже стреляют, из рога так, блядь, чисто это... А, о, на это мы не реагируем, да? Блядь, ты давай там поаккуратнее. Ну ладно, железный купол же только по ракетам стреляет, по людям, которые пиздят про железный купол, он не стреляет? Да. Так, а есть кто с Казахстана, например, казахи есть? О-о-о, а вы заранее съебались, да, вы? Такие глянули, такие, да-да, там обратно были столицу переименовывают, мы поедем пораньше. Азиаты хитрые мои, надо к ним прислушиваться. Так что насчет старых людей, не знаю, мне кажется, вообще все беды от старых людей. Я, естественно, всем желаю, вашим родственникам, только вашим родственникам желаю, чтобы они жили долго. Остальные, я просто не очень понимаю, когда ты начинаешь вот так двигаться, вообще, мать, ну в PlayStation не поиграешь уже, правильно? Не знаю, большой теннис не посмотришь, ты просто не успеешь, блядь, за мячом смотреть, в чем прикол? Или у вас, ну что, в страну тяжело попасть? Туда тоже, блядь, тяжело попасть или что у вас там документы какие-то проверяют? Там пора уже, тетя Софья. Нет, не пора, там еще не все впереди нее умерли. Вообще странно, странно, что я вообще, знаете бы, как сделал? Вот в армии почему-то служат молодые, да? Там с 18 лет их берут, типа молодые. Я бы сделал так, чтобы в армии служили старые. Но нет, молодые служат в армии, участвуют в боевых действиях, умирают, блядь, вообще еще не пожив. А вот эти, блядь, да, в атаку, блядь. Да сам иди в атаку. Ну будет круто, во-первых, войны будут прикольные. Долгие, блядь. Мы нападаем, и другая страна такая, у нас есть три дня, блядь, пока. Пока они там. Нет, вот это было бы прикольно. Молодые все, радуются, живут жизнью, развивают мир, улучшают его. А старенькие, им же надо двигаться, правильно? Ну надо же двигаться, они все время гуляют. Вот и там будут гулять, все. Ну, мне так показалось, в общем. Я не знаю, я про то, что... Я вообще, я если в какой-то момент... Я, конечно, на себе капецкого мнения, но если я в какой-то момент начну ходить вот так, я начну ходить исключительно по встречке, блядь, понимаете? Я не собираюсь тут задерживаться, не собираюсь ходить, хуйню нести направо-налево, быть вечно недовольным. Так, слушайте, материал называется «Все еще». Я написал его в течение шесть месяцев после всех этих событий, и так что давайте начнем под ваш аплодисмент. Сразу отвечу на вопрос, где я был все эти восемь лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!